Конечно, это структурно-планетарного масштаба, и здесь наряду с положительными моментами есть, конечно, несколько отрицательных моментов. Начну сначала с положительных. Положительное – это то, что весь мир прорегировал достойно массе своей, и в первую очередь мой родной Азербайджан. Вы даже не представляете, что творится сегодня в родном моем городе Баку и на всей территории Азербайджана. Не только посольство Турции, но и все структуры как будто бы так загружены. Вы даже не представляете, десятки трейлеров, они уже идут по направлению. Весь город, можно сказать, и вся страна занимается сегодня сбором гуманитарной помощи. Все буквально, потому что Турция настолько родная страна для Азербайджана, что эта трагедия оказалась не трагедия азербайджанского народа. И через несколько часов буквально уже около тысячи азербайджанских спасателей уже были на месте происшествия. Самым первым были там, конечно, азербайджанцы. Так и должно было быть. Но и весь мир также достойно прореагировал на это. Израиль одним из первых отправил туда своих спасателей. И наряду с этим надо отметить и отрицательные моменты, которые проявились во всем мире. И я вот на своей странице в Фейсбуке это опубликовал. Скандально известные французские журналисты, карикатуристы, Шарль Абдо, если вы помните. Они вышли своим идиотским карикатурами, и такая карикатура, и где пишется. Вот не нужны для победы на Турции танки, не нужны. То есть вот такого типа. Глумятся над человеческой трагедией. Потом они говорят, это свободу слова. Я чихать хотел на такую свободу слова. И если с ними что-то произойдет, допускай Аллах их накажет. Вот как их накажет, я не знаю. Но пускай Аллах накажет этих людей, которые вот так глумятся. Потому что это ничего общего с демократией, со свободой слова, это не имеет. Демократию это же не анархия. Ну как можно глумиться над человеческим горем? Это в любом проявлении, это же не имеет ни границ, ни нации, ни религии, ничего. Это случается со всеми, может случиться в мире. И наряду с тем, что весь мир так нормально прореагирует, находятся вот такие подонки, такие негодяи. Что касается внутриполитической ситуации в самой Турции, то я вам скажу, что весь народ сплотился, наоборот, именно народ сплотился в первую очередь. Потому что несмотря на то, что там в мае месяце планируются выборы, я еще не знаю, будут эти выборы или нет, но сегодня буквально все сплотились, и власть, и оппозиция, и гражданское общество. Потому что эта традиция затронула буквально всю страну, без исключения. У каждого есть там друзья, родственники. У меня самого там есть близкие друзья, которые потеряли родных и близких уже. И поэтому, что касается определенной критики, в семье не без урода. Это всегда везде было, во всех странах. Поэтому это нельзя говорить, что это как бы характерная такая конденция. Я знаю, что турецкий народ сегодня в массе своей объединился. Что будет потом, это когда вот эта вся накид сойдет, после этого можно будет на эту тему говорить. Но сегодня я точно знаю, что пока проводятся спасательные работы, и спасательные работы проводятся на достаточно высоком уровне, вы должны понять, что, во-первых, зима, холод, и плюс сама география, горные места, это очень трудно. То, что строительство этих домов, оно всегда, в Турции, это же всегда, они знают, что это весьма опасная зона, и всегда они, когда строят, они построят с учетом этого, насколько это все было учтено, теперь со временем будет это видно. Но я не думаю, что здесь масштабные именно нарушения, потому что в первую очередь мы должны смотреть за амплитудой. Амплитуда почти около 8 баллов. Понимаете, это три землетрясения было, и несколько раз по 40, по 50 автошопов, которые регулярно повторялись, поэтому любое здание не выдержит. И разрушено около более 6 тысяч строений, и вот самая главная и самая важная задача сегодня будет именно восстановление. Ну, конечно, развернуты военные полевые госпитали, развернуты все возможности для горячего питания, для спасения жизни раненых, выживших в этой ситуации. Ну, очень трудно комментировать эту тематику, особенно когда за день до этого я вылетел, я представляю, если бы это произошло бы тогда. Но это Стамбул не затронуло, но я все-таки ехал в сторону Стамбула, и поэтому неизвестно, как могла бы произойти ситуация со мной лично в этом плане. Или же вылететь невозможно было. Ну, то, что я понимаю, находясь здесь, как мне повезло, с одной стороны, что я за день до этого покинул Стамбул. Вот, ну, я представляю, глядя на эти кадры, которые я сегодня каждый день наблюдаю, я каждый день в контакте с моими близкими друзьями. Вот, и я понимаю, в какой сложной ситуации оказалась родная для меня Турция. Вот, и я думаю, что я за день до этого перешиваю. Продолжение следует...